Саля, если бы ты знала, как тяжело собирать детей в школу, особенно когда у тебя их шесть. Ты откуда знаешь, Саш? Знаю, потому что собирал и тетрадки, форма, все это требует столько денег и усилий. Но, Саша, своих выдуманных, вымышленных детей ты собирал, я так понимаю, было сложно. На самом деле я веду к тому, что организация Добро мира волонтеры Крыма проводит акцию, где собирают на помощь тем людям, которые не могут собрать своих детей. Которые оказались в сложной жизненной ситуации, конечно же, им нужна помощь. И даже вот элементарно какие-то канцелярские наборы или, допустим, ну я не знаю, там, тетрадки, дневники. Рюкзаки, форма. Этим можно помочь. Рюкзаки, форма. Это стоит очень дорого сегодня. Действительно, мы об этом предлагаем более подробно поговорить. С нашим гостем. Тем более у нас в гостях учредитель благотворительного фонда Добро мира волонтеры Крыма Наталья Владимировна Мартынец. Я надеюсь, что как раз таки от нее мы и узнаем, какие еще проекты действуют у нас в Крыму, кому еще нужна помощь. И как можем помочь мы, те, кто не являемся, например, предпринимателями. Но я думаю, что такая помощь оказывается. Подробнее расскажете вы. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мы уже сказали, что волонтеры объявили благотворительную акцию. Готовимся к школе. Сейчас самое время. Все родители, конечно же, побежали уже на рынки покупать все необходимое для детей. Да, действительно. Большое, очень большое количество детей нуждается в нашей с вами помощи. Поэтому с вашей помощью обращаюсь. Вы говорите, большое количество детей нуждается? Порядка 5000 человек. У нас есть заявки по всему Крыму от социальных работников о том, что дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в нашей помощи. То есть обращаюсь ко всем предпринимателям, к любому человеку, который может купить хоть пачку карандашей. Это уже огромная, большая, посильная помощь нуждающимся деткам. Вы первый год проводите такую акцию? Нет, эта акция проходит уже третий год. Довольно успешно. Наши крымчане, как всегда, они остаются равнодушными, очень активно помогают. Благодаря им большое количество детей по всему Крыму охватываем. Но всех удается собрать в школу? Или все-таки кому-то не хватает чего-то? По нашим заявкам мы стараемся обеспечить всех. То есть мы объявляем сбор до середины августа, чтобы к первому сентябрю все детки уже пошли готовы со всеми школьными принадлежностями. Когда стартовала акция? Акция стартовала 8 июля, в день семьи, любви и верности. Депутаты наши поддержали уже первые 30 деток, получили канцелярские принадлежности и уже готовы к школе. А что нужно для того, чтобы поучаствовать в этом? Как можно помочь? Абсолютно. Можете купить пачку карандашей. Да, я понимаю. А куда потом с этим идти или кому их отдать? Во всех социальных сетях нужно найти нашу группу Доброго мира волонтеры Крыма. Там закреплены адреса по всему Крыму. То есть любой желающий может оставить ближайшим, удобным для него по адресу, канцелярию, либо школьные какие-то принадлежности. А мы уже волонтерами передаем это всеми. Наталья Владимировна, ну вот такие, например, дорогие предметы, часто непосильные родителям, это рюкзаки, школьная форма, спортивная форма. В этом плане помогают? Есть ли у нас какие-то родители, которые раскошелили? В этом плане нас, конечно, очень поддерживает наш добрый бизнес. Это группа компаний «Монолит», это Госкомрегистр, МФЦ откликнулись, то есть во всех их отделениях стоят тоже контейнеры для сбора помощи. Это торговый центр «Новый центр», да, наш, там тоже проходит, поставили бокс для сбора канцелярии, то есть любой желающий может, опять же, купить то, что не скажется на его бюджете, да, ту же пачку карандашей и оставить боксики. Скажите, а вот, например, у меня шесть детей, все они уже отучились, уже кто-то закончил институт, и осталась масса школьной формы. Такую форму можно отдать? Да, и бывшее в употреблении одежда и рюкзаки тоже найдут свое применение, так как деток действительно много, мамочки из сел будут рады всему, абсолютно. Если это хорошая, да, одежда, еще можно и носить, рюкзак, как бы, молнии поломаны. Да, да, абсолютно все вещи мы принимаем, также в наших точках пункта сбора, это дома для вещей, можно оставить школьные принадлежности. То есть правильно, я понимаю, грубо говоря, постирать, погладить, в пакетик сложить, завязать и опустить. Чистое, главное, чистое, не порванное, если оно еще может принести радость ребенку, пожалуйста, всем рады. Какие еще проекты в планах у вас? На осень. Различные. Ну, у нас... Их, наверное, очень много, да, я понимаю. У нас стабильных 9 наших проектов, да, в котором вот в этом направлении мы двигаемся, либо это помощь старикам, либо это помощь детям, либо это преображение города. И вот в этих направлениях мы двигаемся каждый год. Важно помогать, да, не единоразово, а двигаться систематически, правильно. В сентябре у нас стартует наш уже полюбившийся всем проект помощь детским домам Крыма. То есть это социализация и профориентация детей, лишенных родительской опеки. То есть важно грамотно помогать, да, не просто приехать в детский дом, привезти конфеты, а нужно привезти навыки, знания, какие-то умения, которые пригодятся детям в будущем. Ну а кто тогда присоединяется к этой акции? Абсолютно все. Вы, допустим, можете научить ребенка готовить. Вы, допустим, мастер на все руки, можете научить их... Розетку починить. Да, либо выжигать по дереву. То есть к нам присоединяются как предприниматели, так и обычные люди, которые могут научить детей любому навыку, который пригодится им во взрослой жизни. Наша задача – это содействовать подготовке выпускника к самостоятельной жизни вне стен интерната. То есть мы вот берем, получается, группу... ...рабатываем, вплоть до того, как правильно одеваться там, ухаживать за собой. Мы вводим их в театры, то есть культура общения. Мы проводим различные лекции по финансовой грамоте. Извините, пожалуйста, перебиваю вас, потому что осталось 10 секунд нашего времени с вами. Еще раз попрошу вас лаконично призвать крымчан поучаствовать в акции «Готовься к школе» и попрощаться. Обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашего полуострова. Принять участие в акции «Готовься к школе», купить любую канцелярию, либо бывшую в употреблении одежду и рюкзаки, и передать это в пункты сбора вещей, все адреса вы найдете в нашей группе «Добро мира волонтеры Крыма» в любой социальной сети. Спасибо вам за гостеприимство. Спасибо вам тоже. Я напомню, у нас сегодня в гостях Наталья Мартынец, учредитель благотворительного фонда «Добро мира волонтеры Крыма». А сейчас предлагаем вам посмотреть, о чем же говорит крымский сегмент интернета. КОНЕЦ